В Четинской специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих большой ремонт. Здесь готовятся к открытию обновленного читального зала и детской игровой площадки. Какие еще изменения ждут библиотеку для людей с белой тростью, знает Дарья Таскина. Книги, которые читают руками, открывают для незрячих мир неограниченных возможностей. То, что нельзя увидеть, они познают на ощупь и на слух. Борис Минеев признается, прочитал почти полное собрание сочинений Чехова. Любит и классику, и детективы. Сейчас, видите, мы уже больше переходим на чтение говорящих книг. Не только которые тут берем, но и через компьютер скачиваем. У нас озвученный компьютер у многих сейчас есть. Именно поэтому Краевая библиотека для слабовидящих пользуется большой популярностью. Около двух тысяч читателей. И почти половина из них – дети. Самая популярная книга для детей в библиотеке – «Волшебный карандаш». Все, что написано на этих страницах, можно услышать с помощью карандаша. Кто это на арене перед нами? Говорящие тактильные книги с укрупнённым шрифтом, рельефно-графические пособия хранятся на этих полках и занимают почти всё свободное пространство библиотеки. Сейчас многие книги, стулья и стеллажи накрыты тканью и бумагой. В библиотеке ремонт. В скором времени часть фонда перенесут в подвал. Остальное вернут в обновлённый читальный зал. Обстановка будет более уютная, более благоприятная и для работы наших сотрудников, и для наших читателей. Будет произведён ремонт студии звукозаписи, где эта обстановка будет как раз содействовать более качественной записи говорящих книг, которые издаёт наша библиотека. Переоборудуют и детский абонемент. Для юных читателей откроют игровую площадку. Сухой бассейн, тактильные черепахи и коврики со звуковым сопровождением. Пока упакованы в коробки и целлофан. Но вскоре здесь появится настоящая детская сказка. И это лишь часть технического перевооружения. Флэш-карты уже вытесняются стеллажей, аудиокассеты. Набирает популярность и электронная библиотека, в которой более 6 тысяч книг. Но несмотря на технические новинки и удалённый доступ к фондам, в библиотеку по-прежнему ежедневно приходят десятки читателей. Не только познакомиться с книгой, но и обменяться впечатлениями. Дарья Таскина, Олег Сукач, Вести, Чита.